Друзья, сегодня на обзоре один из самых известных 2К видеорегистраторов на Алиэкспресс и на Зону. Производит его компания DDPI, которая вплотную связана с Xiaomi. Название ему Dashcam Molo N3. У меня на обзоре немного обновленная версия, которая имеет выход USB Type-C в площадке крепления. Раньше было mini-USB. Однако у меня версия без GPS-датчика, его докупайте отдельно, если он вам нужен. Зато в комплекте есть камера заднего вида. Как вы поняли, здесь разрешение основной камеры 2К, то есть 2560 на 1600 точек. Здесь нет никаких встроенных мониторов, а все управление происходит по Wi-Fi и с вашего смартфона. А если вы примените код автокупон5 на Алиэкспресс, для этого нужно написать службу поддержки магазина, который я выбил для вас у продавца. Купон, кстати, работает с 10 мая по 10 июня. То цена за комплект будет намного ниже. Как обычно, вначале пробежимся по комплектации. Первое. Это сам Dashcam MOLO N3. Второе. Зарядное устройство в прикуриватель. Третье. Кабель USB-USB Type-C для подключения гаджета. Четвертое. Крепление на лобовое стекло. Оно на 3М-скотче. В нем, кстати, есть два входа для подключения питания и для задней камеры. Пятое. Пленка, лопатка и запасной 3М-скотч. Шестой инструкции пользователей гарантийный талон. Как я говорил, у меня версия с камерой заднего вида. Она докупается отдельно, устанавливается в салон автомобиля. То есть, это не уличная, защищенная от влаги камера. Также у меня есть комплект постоянного подключения. То есть, напрямую к аккумулятору, чтобы писать таймлапсы, когда машина стоит на парковке или стоянке. Здесь есть функция разряда аккумулятора до определенного значения, но проект чуть ниже. Сам видеорегистратор очень компактный, легко помещается у меня в ладони. Имеет вытянутый корпус. Вообще, похож на такую вот пухлую флешку. Лицевая часть. Здесь находится основной объектив. Верхняя грань. Основная площадка для крепления и питания. Справа есть разъем для карты памяти под резиновой заглушкой. Внизу располагается клавиша Reset. Основной микрофон и динамика. Как и говорил сверху, нет никаких мониторов. Здесь концепция управления по смартфону и скрытого крепления. Корпус качественный. Никаких нареканий здесь просто нет. Для начала вы должны скачать программу на свой смартфон. Называется она DDPI, как собственно наш гаджет. Но я отсканировал из инструкции по QR-коду, как обычно есть для Android и для Apple. Далее все очень просто. Заходим в программу и она сама может подключиться к гаджету. Вам даже вводить ничего не нужно. Хотя, если хотите, можно сменить пароль для Wi-Fi. Появляется главное окно. Сразу идет онлайн-трансляция с камерой. Внизу есть строка записи, также в режиме онлайн. Вы можете переместиться в любую точку, просмотреть запись, а также при необходимости скачать данный кусок себе на смартфон. Нужно отметить очень удобные функции. Кстати, это работает и с задней камерой тоже. На видео справа в углу есть значок переключения между камерами. На задней камере также есть онлайн-строка записи. Перемещаемся по ней. Если нужно, смотрим и скачиваем. Стоит отметить, обе камеры пишут одновременно. Чтобы зайти в настройки, нужно нажать иконку шестеренки, которая находится сверху. Открываются основные настройки. Их достаточно много. И они тонко настраивают как переднюю, так и заднюю камеру. Ну, например, вы можете задать звук гаджета, причем очень тонко, сделанного в виде ползунка. Настройка задней камеры, например, повернуть изображение. Разрешение записи есть не только 2К, но и 2К+. Оно немного больше. Есть включение и выключение микрофона, настройка Wi-Fi, управление хранилищем и так далее. Отдельно хочется поговорить про режим таймлапса или режимы парковки. Можно задать записывать нормальные видео, замедленные видео или не писать вообще ничего. Также сдается длительность режима парковки вплоть до 48 часов. Есть и защита аккумулятора автомобиля. Но работает это только с дополнительной проводкой, которая покупается отдельно. И напрямую от аккумулятора. После подключения появляется меню, где вы можете выбрать напряжение, при котором видеорегистратор отключится. Ну, например, там 12,4 или вообще 12 вольт. Теперь, когда вы выключаете зажигание, регистратор переходит в режим парковки. Если задали замедленное видео, гаджет будет писать один кадр в секунду. Видео получится как бы ускоренным. Таким образом, в одну минуту такого видео вмещается примерно 20-25 минут реального времени. Кстати, таймлапс пишется не только на основную камеру, но и на заднюю тоже. Они работают вместе. И вы, как обычно, можете переключиться с одной камеры на другую в меню и просмотреть таймлапс. Карты на 64 гигабайта или тем более на 128 хватит не на одни сутки. В целом, меню и подключение очень простое и понятное. Про железо. Я все перечислять не буду, затрону только самые важные для себя показатели. Процессор Sigma Star SSC8629Q. И матрица AtomniVision модель OS05A10. Это бюджетный процессор и матрица, который используется для систем видеонаблюдения. Однако, зарекомендовали они себя хорошо. Можно сказать, такой крепкий среднячок. Объектив F1.8, 6 стеклянных линз. Угол разворота 140 градусов. Похоже на правду. Машина видна на уровне передних колес. Разрешение 2К, это 1600P. Как я говорил, сверху 2560 на 1600 точек. Только 30 кадров в секунду. Наличие VDR, поддержка карт памяти до 128 гигабайт. Супер конденсатор вместо аккумулятора. И это реально хорошо. Гаджет проработает намного дольше. Пару слов про заднюю камеру. Разрешение здесь Full HD. 1920 на 1080. 25 кадров в секунду. Угол разворота тут меньше. Порядка 125 градусов. Ну а теперь самое интересное. Как снимает наш дидипай Dashcam Molo N3. Буду сразу показывать и переднюю, и заднюю камеры. День. Картинка достаточно четкая. Номера видны с большого расстояния. Ну примерно где-то 8 метров. Задняя камера также поразила. Да, битрейт здесь немного ниже, однако и номера, и общая обстановка также читаются с 8 метров. Ночь. Качество ожидаемо падает. Номера различимы примерно с 6 метров, однако общая картинка вполне достойна. Задняя камера на удивление хорошо снимает ночью. Да, ее засвечивают фары сзади идущих автомобилей, но примерно в 4 метрах читается все. И номер, и лица, и сам автомобиль. Также прекрасно читается общая обстановка на дороге. Плохое освещение. В целом картинка достаточно четкая. Появляются небольшие шумы, которые вообще не мешают общей обстановке. Задняя камера также поразила. Несмотря что ей достается мало освещения, она выдает вполне сносную и четкую картинку. Если раскрыть основной файл через специализированные программы, видно разрешение 2560 на 1630 кадров в секунду. Битрейт 19,5 Мбит в секунду. И это чуть выше среднего показателя в 16-17 Мбит в секунду. Однако топовое устройство имеет 25-30 Мбит в секунду. Ну и стоят они в разы дороже. Задняя камера Full HD, 25 кадров, 8389 Кбит в секунду. Или примерно 8 Мбит в секунду. Несмотря на такой скромный показатель, выдает вполне читаемую картину. Буквально пару слов про крепление. Во-первых, повернуть на 360 градусов у вас не получится. Сам кронштейн жесткий. Однако регистратор можно повернуть как на лобовое стекло, так и в салон. Он будет работать и так, и так. Скажем, если вы водитель такси, это очень удобно. Во-вторых, как я понимаю, если вы не таксист, гаджет сделан для скрытой установки за зеркалом заднего вида. Его практически не видно. Ну то есть приклеил и забыл. Как собственно и заднюю камеру. Но для этого я вам рекомендую купить комплект скрытой проводки с функцией таймлапса. Штука реально прикольная. Также здесь есть быстросъемное крепление. Быстро снимается и устанавливается. Это также плюс. Давайте подведем итог и как обычно начинаем с цены. Как я писал выше, у нас идет комплект DDPI Dashcam MOLLE N3 плюс камера заднего вида. Цена на Алиэкспресс 7400 рублей. Хотя если применить купон, она будет намного ниже. Но если вам не нужен комплект, можно найти по ссылкам в описании только один видеорегистратор. Он стоит намного дешевле. Я считаю, за 2К плюс Wi-Fi плюс управление со смартфона плюс функцию таймлапс, ну и конечно камеру заднего вида и это адекватная цена. Однако, если вам нужно купить там скрытую проводку плюс GPS, все это стоит отдельных денег. Это нужно понимать. Качество картинки здесь достойное. Как на основной камере, так и на задней. Я был даже немного удивлен за такую цену. На видеорегистратор, кстати, приходят постоянные обновления прошивки. Это важно, друзья. То есть он всегда становится лучше. По минусам. В качестве придирки не совсем есть русская локализация и озвучка. Программа почти переведена, но есть в перемешку английские и русские обозначения. Нет поворотного крепления. Хотя здесь немного другая концепция. В целом, очень неплохой аппарат. Если вам нужна вот такая рабочая лошадка с 2К разрешением и современным подключением через Wi-Fi, можете присмотреться. А у меня, друзья, на этом все. Я думаю, мой обзор был вам полезен. Искренне ваш автоблогер.